Девушки отдыхают Нахрен пути под электрифицированные Делается это категорически просто Здесь есть вот такая кнопочка В самом углу называется преобразовать Нажимаем эту самую преобразовательную кнопочку И вот так вот берем Где там у меня начинаются все мои пути Вот где-то отсюда Берем, выделяем все Закрываем Смотрим Столбики появились Прекрасно Что теперь? Теперь мы можем все поезда заменить Как это делается? Ща я вам покажу У нас есть здесь список всех наших паровозиков Которые на данный момент ходят В общем-то я специально делал почти все одинаковые Кроме пассажирского Пассажирский пофиг на него Он и так там ездит 3 метра Короче, как их менять? Называем здесь организация Замена транспорта И вот у нас имеющиеся локомотивы И на что их менять, собственно, выбор Давайте посмотрим немного по параметрам Наш тепловоз, который грузовой Имеет максимальную скорость в 160 км в час И мощность в 2600 Нас интересует скорость побольше И мощность, само собой, тоже побольше Для этого у нас есть вот здесь электровоз Который 5000 лошадей выдает И скорость почти 200 Вот это, кстати, очень интересно Единственное, только он стоит почти в 2 раза дороже Но мы с вами Буратинки довольно богатенькие 66 миллионов В принципе, должно хватить на замену абсолютно всех поездов Теперь нажимаем вот здесь начать замену И наши поезда будут автоматически заезжать В эти самые долбанные депо И меняться на электровозы Вот смотрите Ты чё проехал, падла? Одна падла проехала Походу, я не всем сказал это делать, да? Так, замена транспорта Да нет, вроде бы все Все семь должны меняться Ребят, а вы чё вы не меняетесь, а? Скажите мне на милость Сейчас посмотрим В принципе, должны... О, смотрите, какой он быстрый, а? Резкий, как понос Ну и ладно, катись отсюда Надеюсь, ты сможешь? Ты заменишься? Дружище, ну-ка заедь сюда А чё ж ты не заезжаешь-то? Ммм, это довольно странно Замена происходит вроде бы, насколько я помню По истечению срока эксплуатации Поэтому следующий должен быть вот этот Хотя он, мне кажется, тут по пути-то есть депо? Нету тут по пути депо Так, давайте глянем Ну вот, как вы видите Шесть осталось локомотивов для замены Видимо, они будут меняться, как только там сломаются И решат закатиться на техобслуживании Ладно, окей, чё Мне не принципиально, в принципе За скоростью я не гонюсь Игра эта у нас такая Не быстрая Ну-ка, давай я тебя вручную отправлю Ди-ка ты в депо заедь, друг Давай вот в это депо заедь И посмотрим, поменяешься, нет? Заехал в депо Ничего не изменилось, да? Изменилось, поменялся Да, как я и говорил Они заезжают в депо только после того, как им стало худо Ну ладно, значит все поменяются со временем Окей, какие у нас сегодня еще планы Помимо электрификации моих железнодорожных сетей? Честно говоря, я даже и пока не думал Но единственное, что у нас появился новый ресурс Называется почта Почты нужно тоже немало Поэтому мы сейчас возьмем и посмотрим Ты принимаешь почту? Ты принимаешь почту И почта у тебя просто дохренища Что мы делаем? Мы загоняем вот этот поезд в депо Давай, дружище Отправляйся в депо отдыхать Мы сейчас добавим ему просто почтовых вагонов И профит будет как никогда высок Итак, продаем Ну, к примеру А вообще тебя продадим? Нафиг ты нужен? Прощай, дружище Мы возьмем вместо тебя электровоз Причем одинарный Потому что экономия места Берем электровоз Берем, допустим Ну, допустим, столько пассажирских вагонов И докидываем два почтовых Готово Задача Едешь сюда Потом едешь сюда Зарабатываешь мне деньги И я тебя не увольняю Как тебе такой расклад? Он согласен Блин, а почему у него морда желтая? Я могу как-то этот цвет поменять? Он меня так раздражает, честно говоря Цвет Так, поезда Походу я не могу этого сделать Да, видимо это цвет Который разработчики зашили Поломался Единственное, знаете Вы заметили Дым какой-то еле видный вообще Вот прям еле-еле Не особо иногда понятно Что с поездом случилось Почему он стоит, падла Вот, кстати, смотрите Он поломался Следовательно Ему нужно будет заехать в депо Давайте-ка за ним последим И посмотрим Заменится ли это падла или нет Сейчас он отгрузит уголь Отгрузил Заработал мне 300 тысяч рублей Вот, вряд ли бы столько заработать Это было бы классно Теперь давай, друг Покажи Заедешь ли ты в депо или нет Опять сломался Ненадежный кусок дерьма С желтой кабиной Ты уж прости За правду Но это так Ну давай, катись Разгоняйся уже Тут у нас депо-то и нету К сожалению Поэтому придется ждать Пока он загрузится Опять сломался Ну ты реально, друг Кусок дерьма Ну уж извини Но это правда Так, он поедет у нас По вот этой магистрали А у него ни одного депо что ли нет Вот это прикол Так, ну поставлю тебе здесь депо Развлекайся Меняйся Да, мой косяк Признаю Мой косяк Так, зелененький у нас тут фармит денежки аэропортиком Это он хорошо придумал Авиакатастрофа погибло 34 человека Охренеть Офигеть Мистер Крабс Ты же мистер Крабс? Нет? А, это РНРФ Чувак, у тебя самолет свалился Обалдеть можно Ну Это бывает У самолетов это бывает Я как-то помню зашел на сервер Решил такой на самолетиках Все пофармить Правда денег у меня хватило Только на один самолет И угадайте че Правильно Он свалился в первом же рейсе И я банкрот О, еще один поменялся Видали? Электровозик Добро пожаловать на путь Развлекайся Давай теперь ты заезжай Тебе тут рады Красавчик И не забудь поменяться На новый электровоз Молодец Хороший паровозик Тепловозик Дизельный Локомотив Если быть точным Ладно Что у нас тут с городом Город у нас растет Почта приходит И он опять же растет Один раз в 199 дней Что-то ты долго развиваешься Товарищ Не Ярославль, кстати Я его переименовал Он не переименовался Окей Римпакс Виллидж Пофиг Мне не принципиально В общем-то, ребят Эээ К сожалению А может быть и к счастью На этом, в принципе Геймплей вот этого режима Заканчивается То есть вы делаете себе деньги Вы делаете себе денежные Магистрали Зарабатываете кучу денег И начинаете потихоньку Развивать город Единственная сложность Которая может возникнуть Как у меня Она возникнет Я уверен Когда город разовьется До более больших размеров И когда он начнет Принимать какие-то Эээ Такие, знаете Типа сталь Товары Всякую такую херь Нужно будет как-то Искать место Где это все дело располагать Помимо этого Он может захотеть Принимать Ну, скажем Эээ Скот и зерно На ферму А фермы-то здесь нет Не фермы, вернее А завод Продуктовый Продуктового завода Здесь нет Поэтому его придется построить Но в принципе У меня деньги есть Я могу это себе позволить Но в любом случае Я думаю Что надо над вторым сезоном Сильно так Основательно подумать Сделать небольшую паузу И после этого Уже начинать играть У меня, кстати Здесь приличное количество Леса вырабатывается А его же разрабатывал Мой Вроде друг Нет? Да По-моему здесь была Чья-то линия И теперь ее нет Кто-то обанкротился По всей видимости Ну ладно Бывает Че Вы не переживайте Это не была подводка К окончанию первого сезона Просто здесь Скорее всего Мы действительно Не сможем прокормить города Когда они вырастут Вот здесь есть Город мистера Крабса Который, кстати Опять почему-то Уменьшился Был 1200 А теперь уменьшился Ну бывает Скрипт довольно странно Себя ведет Если вы знаете Если вы знаете Какие-то красно Классные моды И скрипты Для этой замечательной игры Напишите в комментариях Я буду вам очень признателен Потестю Все Потещу Проверю Я не знаю Как это можно сказать Такое интересное здание Мда Рай 3D моделлера Бокс И еще бокс И еще два бокса Получился дом У Крабса тоже город растет Один раз в 200 дней И это очень прискорбно Потому что я чувствую Что у него-то здесь Приезжает намного больше Всего этого дерьма Чем у меня Кстати классно сделал Одобряю Вот сквозной путь И две станции С разных сторон Прикольно смотрится Красавчик Так ну а что я могу поделать В принципе Вот прошло 11 минут Сейчас после записи Но у вас конечно меньше Потому что я монтирую Но по сути Я сделал все Для того чтобы город рос И следующий наш товар Который будет принимать город А это и как раз и будет Да товары Товары начнут приниматься После того как мы Вырастим его до 1500 Товары я уже делаю Поэтому собственно Остается только ждать И вот это знаете Самое поганое Потому что ну и че Вот че я буду вам показывать Пока жду Вопрос просто на миллион долларов Единственное чем я могу Сейчас заняться Это прокладывать Еще кучу Еще больше Каких-то транспортных путей Чтобы зарабатывать Еще больше денег Которых у меня и так Уже хоть жопы ешь Это конечно прискорбно Я только что решил Обработать Вот эту вот гребаную шахту Потому что Она приносит соточку А я люблю Когда соточка приносит Мне мой там заводик Вот мой заводик Единственное Только здесь надо Сейчас какую-то развилку Сделать Более-менее Приличную Приличная развилка В моем понимании Будет выглядеть Примерно вот так О смотрите У нас мост Золотые ворота И он В натуре золотые Не красные Как в Америке Давайте мы Это дело Подключим Сюда Я знаю Что поворот Слишком резкий Но дальше я не могу Подключать Потому что у нас Здесь уже входной стоит Нахрена я сюда это провел Я дебил Это же шахта Нам возить то не сюда Твою мать Бывает у меня такое Вы не переживайте Так мы поедем По этой же магистрали Поедем мы Куда А мы едем вот сюда Все правильно Так ладно Давайте тогда начинать отсюда Начинаем отсюда Строим пути Да Перекресток Конечно же Куда же без него Здесь у нас Василий Александров Делает свои дела Собирает лес И возит его видимо В лесопилочку Мы не будем мешать Василию Мы построим здесь Два моста Ну вот так Нет Через станцию нельзя строить Черт Я уже совсем все забыл Позорище Тогда в принципе Можно что сделать Можно построить Мосты вот здесь Один вот так Второй вот так И будет классно Да е-мое Оба раза не так Поставил рельсы Прикиньте Так ну повели Значит нам нужно будет Преодолеть Хренову тучу полей Хренову тучу путей Прежде чем мы доберемся До основной магистрали Но это пофиг В принципе Электровозы Ублюдки мощные Поэтому они смогут Возобраться На любое количество Горы А вот Прокладывание путей По ферме Это конечно Не лучшая идея Но в принципе Денег у меня Прилично Я могу себе это позволить По полмиллиона Так у нас тут опять Зелененький Василий Катает машиночки Свои Я как и говорил Вам ранее Не говно Поэтому я сделаю здесь мосты Мосты я сделаю здесь Только по одной причине А не туннели Потому что нельзя Сделать два туннеля Вместе Как вы видели Там есть некоторые глюки Если вы делаете их Не рядом А через определенное расстояние И да и мосты Мне нравятся больше Я вообще люблю мосты Мосты классно смотрятся Ты же видишь Что там происходит А в туннеле нет Вот минус туннелей Налицо Так едем сюда Здесь у нас опять Зелененький товарищ А здесь кстати Можно сделать туннель Причем туннель Можно сделать вот отсюда Даже два Единственное только надо Надо все Привести в должный вид Вот так Да вот так И вот здесь мы это уменьшаем И нам надо сделать выходы Вот тут вот Это надо выровнять И теперь можно сделать два туннеля Раз Два Вот теперь Теперь все красиво Теперь туннели здесь оправданы Ну а здесь собственно Мы подключаемся К моей магистрали Которая Возит железную руду Да Да А потом Само собой вернемся куда надо Так теперь главное С направлением не накосячить Ну это понятное дело Это вот сюда приходит А вот здесь нужен мост Блин здесь еще дорога у зеленого Как назло все Ну ладно Я надеюсь что мне хватит места Чтобы развернуться Так сказать Места для маневра Места для маневра успешно хватило Давайте поставим светофоры Так Где-то вы это уже видели да У вас нет такой мысли Так это вот так делается Все светофоры у меня поставлены Теперь давайте поставим Входной и выходные И обычный светофор Теперь осталось только депушек Понатыкать Чтобы ребятки могли чиниться И будет все прекрасно Будет все прекрасно работать Кстати Знаете я тут еще подумал В следующем сезоне Скорее всего я запрещу Разворот на станции Поездам И помимо этого Я хочу еще сделать им Запрет на углы На развороты По 90 градусов Смотрите что это значит Если у нас есть Вот такие рельсы Сейчас поезд Может по ним Разворачиваться Вот здесь Если поставить запрет 90 градусных углов Он не сможет Вот собственно И что я хочу сделать Ну так сказать Немного Хоть чуть-чуть Усложнить игру Хотя это все равно Мне кажется Особо игру не усложнит Хочется мне хочется Так Ну и последнее депо Я поставлю здесь И вот здесь Все прекрасно Все работает Осталось только Купить поезда И отправить их уже Заниматься своим делом Так Нас интересует Последний электровоз Вот этот Берем Ну и конечно Хоппер для Где Железная руда До пятерочки Выставляем ему задачу Куда мы там возили Мы возили куда-то Вот сюда Кстати прилично денег Должно быть Я прям предвкушаю Это закрываем Копируем Отправляем Готово Два поезда плюс Итак Сколько у нас Кстати поездов Получается У нас получается Всего 11 12 поездов Здесь кстати есть группы Вы можете все Свои поезда Упорядочить Например Поезд по перевозке Угля Поезда вернее Или например Грузовые Пассажирские Так Ну короче Тупо для удобства Фильтры Фильтры Люблю фильтры Уже 5% 7 О она до 117 Поднялась Отлично Так мы Заграбастали С вами Сталь Железную руду Чего еще сделать Такого прям Конкретно полезного Да Конкретно полезное Хочется что-то сделать Меня очень привлекает лес Но лес Производится в очень маленьких Количествах О Смотрите Смотрите Видите эту цифру 126 тонн угля Че опять уголь что ли Сколько можно делать угля Какой ужас Какой кошмар Все окей да Все растем Город растет раз 57 дней Профинансированный Я не финансировал Кто-то финансировал мой город Так Это мне вообще не нравится Я не понимаю что происходит Но окей Кто-то Профинансировал Я это сделал Всего один раз Вы это прекрасно видели Так ну что Подключаем Или нет Я думаю что да Бабла лишним не бывает Кстати что там у нас По прибылям Мы и товарищ зеленый Идем вверху Потому что Скорее всего Ребята не зашли на сервер Ибо время позднее Хотя почему Мистера Крабса Не считают А это он и есть да Наверное это все таки Он и есть Ну ничего страшного Окей Так ну давайте Подключим уголь Тогда уж до кучи Да И отправимся на покой Напишите в комментариях Я даже не знаю что вам Предложить написать в комментариях Просто дело в том Что это надо как-то заканчивать Я практически уверен Что мы не сможем Вырастить город до 5000 По той простой причине Что Слишком мало производств И возможно мы не сможем Обеспечить город Всеми Необходимыми ресурсами Но в любом случае Мы посмотрим на это Время покажет Но на всякий случай Я морально вас готовлю К тому что этот сезон Будет завершен Тем более что у нас На повестке дня Стоит City Skylines Зеленые городочки Городочки это хорошо Нам нужно врезаться Вот в эту Магистраль Да Да в нее будет проще Впендюриться Чем колхозить Вот здесь Тут и так у нас Как вы видите Передоз по Всяким стрелкам Еще пояс сломался Как назло Так давайте Вот сюда вот едем Вот так Здесь надо Мост Два моста Запилить Прекрасно Люблю мосты Ну и вот сюда Мы приезжаем Нет Да Сюда мы поедем Мы поедем вот сюда Сделаем стрелочку Вот так Которая не сделается Потому что здесь Мать его подъем Окей Мы сделаем Вот так тогда По умному Поставим Здесь Тьфу ты мать его Не тот Не тот Светофор мы здесь Поставим Вот этот мы поставим И вот так вот сделаем Все Они продублировались Куда надо А здесь у нас идет Развязка Развязка Которую я построю Сейчас подумаю Как Возможно вот так Да в принципе Мне это нравится То есть мы здесь Едем прямо И вот здесь соединяем Ставим Светофорчик И все у нас Как никогда Круто работает Осталось только Соединить Так подожди Что-то тут не так пошло Вот так надо соединить И все будет работать Хорошо Все Светофоры Дальше едем Дальше Они созданы Все нормально Но у них Ставим депошечки Депошечки Важная хрень Без депошечек Ничего работать не будет Так Ну где-то здесь Еще надо поставить В принципе Хватит я думаю Так Давайте поезд покупать Вернее два Новый состав Тот же самый Тепловоз Электровоз Точно Электровоз Нам нужен Угольный Вагончик Прекрасно Катись сюда А потом На мою Угольную станцию На вот эту Дублируем Запускаем Закрываем Все работает Вот В принципе Сегодня мы Продуктивно С вами Друзья мои Поработали Мы создали Очередной Маршрут По железной Руде Которую Я кстати Так и не посмотрел Сколько он возит Давайте-ка глянем Так Где там Дружище 62% Где твой Друг Ты тот О котором я думаю Надеюсь Ты тот О котором я думаю Ну-ка Давай-ка Разгрузись Разгрузись И покажи На что ты способен Ну Давай Я в тебя верю Миллион пятьсот Нет Это скорее всего Не тот Хотя миллион пятьсот Не Ну тут должно быть больше Вы только посмотрите Какое расстояние Здесь определенно Должно быть больше Либо он уже пришел Либо он еще не дошел Скорее всего он уже пришел Но тут никого нет Так Ладно Хорошо Давайте подождем Этот поезд Посмотрим Сколько он денег Привезет Потому что мне Дико интересно Я рассчитываю На него В размере Двух лямов О Нифига себе Смотрите-ка Василий Как раскачал лес 160 тонн Древесины Обалдеть Можно Я не буду Подключаться Я же не говнюк Какой-то Мне интересно Сколько мой Угольный поезд Привезет денег Давайте Последим Немного За ним Включай турбину Мой электрический Друг И полетели В сталелитейный Завод От которого Кстати Мы можем Подключить Сталь И сделаем Это уже В следующую серию В следующей серии И у меня что Какие-то проблемы Со склонением слов Это нормально Потому что Ночь Начато серийное Производство Новой модели Воздушного Судна Аэротакси А32 Так Сколько он там 50 мешков Тролливали 160 160 пассажиров Нехило так Зато скорость Почти 1000 Км в час Хороший самолет Хороший Одобряю Кстати Ребят Хотел бы вас попросить Не просто еще Писать комменты Почаще Потому что Это помогает Видосу попадать В топ И там По выдаче А напишите еще В какие дни Вам удобнее Было бы смотреть Стримы И в какое время Хотя нет Время не пишите В любом случае Это будет вечер После 9 Я просто раньше Не могу В общем напишите По поводу стримов Мне дико интересно Хотелось бы очень знать Во сколько вы Можете это делать Да И еще можно написать Сколько бы стримов В неделю Вы хотели бы Вот Ну давай паровозик Включай вторую скорость Покажи Сколько ты привезешь Мне денег Ты его догоняешь что ли А как ты его догоняешь Вообще Он походу Сломался один раз Да Еще не был в депо Потому что Балдеть Как он его догоняет После поломки По моему Насколько я Я не Я боюсь соврать Но вроде бы Насколько я знаю Если поезд один раз Сломался И не заехал в депо У него скорость уменьшается Ну типа он там На скотче едет Надеюсь Я прав Так ну посмотрим Сколько он привезет нам Денег Этот нижний полтора Да А этот Два Как минимум два А то и два двести Давай покажи Два двести сорок три Отлично Два миллиона один поезд По моему это прекрасно Вам не кажется так? В общем друзья Я думаю Что на такой Отличной ноте В финансовом И экономическом плане Можно закончить Эту серию прохождения OpenTTD Сити мать его билдер Как вы видите По графику Товарищ зеленый А именно Мистер Крабс Намного выше Меня По доходу И это хорошо В общем Надеюсь вам было интересно Спасибо что посмотрели Это был гребаный Мать его римпак И Покусечки Мать его римпак